Я вспомнил день, так было грустно, на душе так было пусто. Не ощущал я с небом связь, на всем пути одна лишь грязь, а так хотелось очищения, хотелось с неба взять прощение, но силы нет глаза поднять и нет двери, чтобы постучать. Свернуть с пути уже не мог, никто мне в этом не помог. Чувство такое, день жатвы настало, я своей жизнью в цель не попал. Во многом был, увы, неправ, но не смирял свой гордый нрав. На все я в жизни отвлекался, себя исправить не пытался. Любил я в интернете посидеть, там было много, что смотреть, по жизни я не опрекался, на все плохое отвлекался. Соблазнов много в этом мире, на жизнь смотреть ты должен шире. Собрание часто пропускал, я этим самым Богу лгал. Так шел по жизни спотыкаясь, на все худое отвлекаясь. Не знал тогда, что жизнь пройдет, и я попаду в сплошной цепно. И пастор в церкви говорил, Бог во Христе на всех простил. Ху, раз Бог простил, давай гулять. А в душе все чаще я хотел рыдать, но заглушал все эти муки. Исправить жизнь не поднимали с руки. Не знал, что я качусь по косогору, а мне ж казалось, поднимаюсь с гору. Я помню, музыка играла. По ногам меня вязала, тогда я сел. Не смог идти, вот опять споткнулся на пути. И вдаль посмотрел, река виднелась, и мне перейти ее хотелось. Но бурный поток преградил мне путь, не видно моста, никуда не свернуть. И там, за рекой, я увидел город. До сердца был он очень дорог, но здесь обрыв. Нет моста. И сами собой закрылись уста. И совесть тут заговорила, веревка у меня скрутила. Я понял. Это Бог говорит. Как стыд осталось, что свеча не горит. И Бог сказал, ты мост ломал. Каким ты был, а кем ты стал. И он продолжил, говоря, не будешь ты у алтаря. Я строил, ты крушил, смотря на то, как я грустил. Ведь были материалы для моста, кровь сына моего текла с креста. А ты в толпе распни, кричал. Там на Голгофе не молчал. Так почему сейчас нет слов, не знаешь, что спасает кровь? Хотел тогда открыть уста, спросить. Не, стоп, так почему же нет моста? Я строил, строил, не ломал. А чувство, будто Бог лгал. Я не был на Голгофе у креста. Не видел я страдания Христа. А Бог сказал, когда грешил, ты ко кресту Христа прибил. Ну, я ноги мыл, как ты учил. А брата в этот миг любил. Вопрос остался без ответа. Я вспоминал стихи из Нового Завета. Но он сказал, стихи ты знал. А так ли в жизни поступал? Подумал, да что опять не так? А вот что-то шепчет Тихов так не то Господь услышать хочет, а через сомнение мысли точить. Ну, я в хоре пел, я в церкви был. Ну, я молитву отче наш учил. Бог словно мысли прочитал. Не это от тебя я ждал. Я жизнь вам дал не для мечтаний, а чтоб средь бурь и испытаний смотрели на страдания Христа. И время проводили у креста. Любовь, прощение, кровь Христа. Вот материалы для моста. А ты на внешнее смотрел. Вот переправе не успел. В темнице был, хлеб давал тому, кто в голоде взывал. Одежду сиро там дарил. А я ж тебя о том просил. Вечерю редко принимали. Передо мной не рядали, пропускали с хлебом чашу. За что распял вину я вашу? Искал я сокрушенные сердца. Они чтили в церкви его отца. Друг друга братья не любили. Завет в крови Христа забыли. Без крови ваша жизнь пуста. Вот потому и нет моста. Его слова прошли с ножом. При ним стоял я об ножом. Без крови. Моя жизнь пуста. Так потому и нет моста. Я отвернулся. Замолчал, а он меня не подозвал. А впереди обрыв поток, который переплыть никто не мог. Хотел я что-то возразить, но ком стоял. Я стал скользить. Никто руки мне не подал. Я в страхе громко закричал. Прости, Господь. Я осознал. Но понял, что закончен бал. Нет материала для моста. И сами собою закрылись уста. А в начале пути ведь было время. Я знал, как нужно сеять семя. Но жатва пришла. И нет плода. А годы уже не вернуть никогда. Последний раз я на город взглянул. И бурный поток меня захлестнул. И там, там вдалеке я увидел трон. И тут проснулся. Это был сон. Открыл глаза и сделал вздох. Поверьте, люди, есть реальный Бог. Как хорошо, что можно жить, верить, надеяться, любить. Когда живешь, можно все исправить. Когда живешь, можно все наладить. А если жить, то жить без лени, чтобы чаще могли вставать на колени. И каждый день мост в небо строить. И с Богом могли, чтобы меньше выспорить. А как строить? Да молитвой, терпением. А кротостью, нежностью устроены пение. Прощением ближнему к брату, сестре. Для них ты должен гореть на костре. А без моста не перейти речку. Если жизнь, как потушая печка, Зажгись огнем, как Иисус горел. И мост построить Господь успел. Ведь Он давно с неба стройку ведет. Опоры ставить на обед не идет. А мы порой мост разрушаем, А заново строить, увы, забываем. Если не видно в жизни моста, Стройку начни от подножья креста. Мост через небо, вот в небо путит. И ты постарайся с него не свернуть, Где ссор и зависть, гнев распутство, А там не строительство и искусство. А где смирение, радость, счастье, Вот там строительство и счастье. Путь христианин на не очень прост. Ты должен каждому построить мост. Да, трудно. Многое не ясно. Но без любви так жить опасно. Не каждый навстречу строчку начнет. Кто-то тебя, увы, не поймет. Теперь от тебя будет стройка зависеть. Мост или будет, Или просто провиснет. Да, отвлеченным быть нельзя. Бог свое дело начал не зря. Нельзя нам в жизни отвлекаться. Нам есть на кого в этой жизни равняться. Мост твой отстудят. По нему не пойдут. Случится такое, даже из церкви уйдут. Но всем угодить, увы, невозможно. Поверьте на слово, порой будет сложно. Но есть на небе главный прораб, А ты, дорогой, на земле его раб. И если будет духовный рост, То ты построишь прекрасный мост. Смотри на дела и на бурный поток. Пусть будет мост на опорах висок. Мосты любви. Мосты отрады. Строй каждый день. И все будут рады. Мосты отрады.